Я заказываю русские книги в Германию. Для тех, кто не знал, что там можно заказать книги в Германию, я вас поздравляю. У вас теперь один инсайт. Для тех, кто был в курсе, но этого не делал, так же попробуйте. Очень рекомендую. Доставка происходит, как правило, если между заказом и днем доставки предварительного термина нету праздников или выходных, то доставка, как правило, всегда, у меня, по крайней мере, было так, всегда была всего лишь за 2-3 дня. То есть, в принципе, как и по Германии, хотя доставляют вроде как и из России. Та растаможка, да, она тоже будет, в зависимости от того, сколько и какое количество книг вы заказываете. К сожалению, на озоне.ру вы можете заказать в Германию только книги, все остальное нельзя. Связано, наверное, с всякими акциями, запретами против России и так далее и тому подобное, не знаю. Но, тем не менее, по крайней мере, книжки заказывать вы оттуда можете. И, как вы знаете, на озоне самый большой и самый классный выбор книг, русскоязычных книг, которого в Германии просто нет. И поэтому очень рекомендую вам, например, делать там заказы в складчину. То есть, допустим, вам, вашим знакомым, друзьям нужны какие-то русские книги. Вы можете все это дело заказать один раз на озоне, скинуться, и тем самым вам книжки обойдутся намного дешевле, чем бы вы их покупали здесь, в Германии. Итак, собственно говоря, я сейчас покажу, как я это делаю. Это главная страница. Я сейчас уже англогг в своем профиле, в своем аккаунте на озоне. Я уже предварительно отобрал книги, которые хочу заказать. Все книжки в корзине, как вы можете заметить, они для детей, для малыша. Это специальные развивающие книги, специальные терапевтические сказки, например. Как воспитать ребенка лидером, как воспитать ребенка умным, сильным. Как воспитать. Вот найди, покажи, учим числа, да, книжка. Книжка также «Мир вокруг меня», да, и разные другие еще книжки тоже для детей. Все это сейчас я на ваших глазах прямо произведу заказ, чтобы вы посмотрели, как просто это делается. К сожалению, две книги, они пока ушли из продажи, но ничего страшного, я их просто закажу потом в следующий раз. Итак, в корзине вы видите сейчас книг на общую сумму в 4265 рублей. Вот, способ оплаты я изменю. Можно оплатить спокойно через PayPal. Никаких проблем с этим нету, да. И мы делаем, собственно говоря, сам заказ. Итак, в телефон мы вводим телефон, соответственно. Сейчас я просто-напросто заполню все поля, да. И, а, вот посмотрите, кстати, доставка идет, наверное, поэтому так быстро и доходит. DHL Express. 1671 рубль будет стоить доставка, плюс, скорее всего, у меня еще и будет небольшая сумма растаможки. Но, тем не менее, если вы будете заказывать книги в складчину для своих знакомых, друзей, близких и так далее, то вам это, в принципе, обойдется намного дешевле, чем если вы это будете заказывать в русских магазинах в Германии. На мой взгляд, мне это удобнее, по крайней мере. Итак, я ввожу сейчас все данные. Итак, как вы видите, я ввел телефон, я ввел свое имя и фамилию, да, на немецком языке. Я ввел также адрес на немецком языке, город и почтовый индекс. Точнее, вы не видите, это все сейчас ausgeblandet, но я вам просто, как бы, можете поверить мне на слово. Я ввел все немецкими буквами и немецкими словами. Далее, способ оплаты PayPal стоит и подтвердить заказ. Сумма, общая сумма вместе с доставкой у нас получается 5936 рублей. Курс на сегодня 70 рублей стоит 1 евро. Я смотрел заранее. В общем, нажимаю кнопочку «Подтвердить заказ». И далее вы попадаете вот на такую страничку, где стоит оплата в системе электронных платежей. Я выбрал оплату электронных платежей через PayPal. И, собственно говоря, осталось нажать на кнопочку «Оплатить». Я нажимаю. Выполняется защитный ход в систему. И далее просто оплачиваем заказ через систему PayPal. Точно так же, как вы это делаете обычно по Германии, если у вас есть система PayPal. Если нет, рекомендую. Очень довольно удобно пользоваться для различных онлайн платежей. Итак, сумма 5936 рублей. Общая сумма к заказу. У меня здесь все уже выбрано. И я нажимаю «Вайтер» для оплаты. Все. Вот такое квитунг вы получаете потом. Номер заказа. Дата доставки. Стоит 24 апреля во вторник. Удивительно, что так долго. Раньше было быстро. Но проверим, посмотрим, как придет. Как книги придут, я потом дополню эту видеозапись. И покажу, и заодно скажу, когда книжки пришли. Итак, сегодня у нас 5-е, 0-е, 4-е число. 5-е апреля. Вот. И мы сделали заказ в магазине ozon.ru. Ничего сложного, как вы видели, в этом нет. И когда книжки придут, я продолжу уже это видео. Я сниму посылочку, покажу как, что и заодно скажу, как быстро оно пришло. Итак, я пока паузирую это видео и продолжу уже после того, как придут книги. Итак, пришла посылочка. Пришли книжечки наши для нашего сыночка Максика. Вот. Квитанция. Мы заплатили за цоль, цоль гибюрен. 20 евро и 76 центов. Вот. 14-е число. Быстро пришла посылка. Раньше, когда я заказывал, они обычно приходили в течение 2-3 дней. То есть, прям вообще как будто из Германии. Но в этот раз оказалось, что когда я заказал, пары книг все-таки не оказалось сразу. И поэтому стояла дата 24-го апреля, что придет посылка. Но, как видите, 14-го числа она пришла. Окей. Итак, вот она посылочка. Сейчас распакую ее и покажу, что находится внутри. Какие книжки мы взяли. Это уже, по-моему, вторая или третья посылочка. Заказ книг для нашего сыночка, для его развития. Вот. Ну, в общем, хватит болтални. Сейчас буду распаковывать. И потом покажу, что внутри. Как это все выглядит, как это все приходит. И вы, в принципе, также можете заказывать русские книги, журналы через интернет напрямую на Озоне. Особенно выгодно будет, если будете делать заказы, групповые заказы. То есть, собирать-собирать всем книги, кому что нужно, и потом все одним махом заказывать. Итак, распаковываем посылочку. Итак, я раскрыл посылку. Разрезал весь этот скотч, всю упаковку. И теперь сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут внутри находится. Вот так это все выглядит. То есть, очень надежно упаковано, очень аккуратно упаковано. Защита вот, чтобы книги не испортились, не помялись. Довольно солидно. И даже упаковали все в один пакетик, чтобы, наверное, как-то, не знаю, не повредились. Без понятия, зачем такой тонкий пакетик. Но выглядит очень аккуратно. И вот, собственно говоря, книжечки, которые мы закатывали в партию нашему малышу. Сейчас посмотрим с вами, что у нас тут внутри. А, пакетик надо этот еще и разрезать тоже. Сейчас разрежу пакетик. Итак, вот такая книжечка называется «Когда я злюсь». Книга здесь «Сказка». Специально для того, чтобы, когда ребенок злится, то есть тут в книжке объясняется, что с этим делать и как решить эту проблему. Довольно-таки, судя по отзывам, хорошая книга. Она тоненькая, она небольшая. Вот тут с таким большим текстом написаны. Картинки большие тоже. Детям интересно. Можно читать вместе. Дальше. Такая же книжечка из этой же серии «Когда я боюсь». То есть что делать со страхом? Вот. Поехали дальше. Вот такая вот от Роберта Киосаки серия «Богатый папа, прощайте крысины и бега». Как стать богатым ребенком, следуя советам богатого папы. Сделана комиксом. Тоже, вроде говорят, полезная книжка. Вообще, я считаю, что финансовая грамотность, она очень нужна, и ее нужно прививать очень рано, с самого детского возраста. Потому что сейчас, например, я вижу на очень многих примерах взрослых людей, что люди не умеют обращаться с деньгами. И корни этого всего, корни этого безденежья, они как раз идут прямо-прямо с детства. Просто тогда было другое время, и, соответственно, людей воспитывали по-другому. А теперь эти люди мучаются сейчас, потому что у них проблемы с деньгами. И я еще раз повторюсь, деньги не делают людей счастливыми, но они делают довольно-таки удобной и комфортной жизни. Помогают решить многие проблемы. Поэтому лучше с деньгами, чем без них. И как раз, если вы хотите, чтобы ваш ребенок с детства приучился к финансовой грамотности и к тому, как реально делаются деньги, то вот такие книги как раз очень хорошо. Я сделал, наверное, отдельное видео еще по детским книгам, которые мы приобрели для этого, для воспитания качеств, определенных качеств у детей. На мой взгляд, очень нужные книги. Но я сделал, наверное, отдельное видео. А сейчас мы смотрим, что тут пришло в этой посылке. Вот такая книжка у нас пришла. Дальше следующее «Напрасное обещание». Тоже картинки большие, большой текст. Понятно, думаю, по названию, в цель этой книги. То есть, почему не стоит давать напрасное обещание. Дальше. Вот такая обучалочка. Учим числа, фотокнижечка. Такая красочная вся. С упражнениями вот здесь, вот, да? Вот. Так, что у нас тут еще есть? Вот такая книга. Очень много отзывов хороших было. От нуля до пяти. Простые подсказки для умных родителей. Родители же все умные, да? Знакомо такое? Родители умные, а дети глупые. Вот книжечка как раз для умных родителей. Посмотрим. Выглядит солидно и интересно. Окей. Погнали дальше. Вот такая книжка. Как воспитать ребенка лидером с терапевтическими сказками специальными. Сказки, построенные специальным образом для того, чтобы воспитывать у ребенка определенные качества. То есть, в данном случае это качество лидера. Зачем это вашему ребенку нужно? Как вы думаете вообще по жизни лидеры? Им тяжело или хорошо? Они работают на дядю или работают на себя? Вот, чтобы у ребенка воспитать хорошие качества, качества, лидерские качества, есть специальные сказки. О влиянии сказок на нашу жизнь я тоже, наверное, сделаю отдельное видео. Это очень важный пункт. Все мы воспитывались на сказках. И если вы вспомните, какая у вас в детстве была любимая сказка, а потом проведете параллели с вашей актуальной жизненной ситуацией, с вашим характером, с тем, как вы относитесь к определенным ситуациям, как вы решаете проблемы, то я думаю, наверняка вы заметите общие черты, большие сходства. Так вот, с детства нужно прививать ребенку умные полезные качества. Вот книжка тоже из той же серии «Как воспитать ребенка умным». То есть тут на развитие ума, логики и так далее, и тому подобное. Тоже специальные терапевтические сказки. Вот еще, кстати, книжка из серии терапевтических сказок. «Как воспитать ребенка сильным». Сила воли имеется в виду, а не физическая сила. То есть, опять-таки, воля очень важна. Многие из нас знают, что такое откладывание на потом. Начну с понедельника. Вот здесь как раз все для того, чтобы с детства убрать лень и всякие вот эти вот качества лузера, скажем так. Как воспитать в себе волю. Вернее, у ребенка волю. Тоже хорошая книжка. Ну вот, есть такая еще. Найди и покажи мир вокруг меня. Да, нужно искать машинки. Вот красочная очень, интересная книжечка. Тоже очень рекомендовали нам. Мир вокруг меня. Вот. Дальше тоже. Давай договоримся. Всказка, которая развивает навык договариваться. Да, тоже очень хороший и нужный навык в жизни. Уметь с людьми договариваться. Ну и классика. Мани или Азбука денег. Бодо Шефер. Думаю, не нужно представлять эту книгу. И кто такой Бодо Шефер. Вот так. Вот такой набор книг пришел нам в этот раз. Как я уже говорил, наверное, сделаю про книги для детей на воспитание финансовой грамотности и правильное отношение к деньгам. Я сделаю отдельное видео с рекомендациями книг. Ну а в этом видео вот просто обзор того, что мы приобрели для нашего Макса. Вот такие книжечки. Вот такие интересные развивашки. Так что так. Надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Вот так, собственно говоря, мы и заказываем в Германии русские книги на русском языке. И нам довольно-таки удобно. И самое главное, очень большой выбор. То есть не нужно искать, не нужно ждать чего-то. Все книги практически на Озоне всегда в доступе. Всегда есть как новые, так и какие-то редкие, может быть, издания. Подарочные издания также. Очень хороший подарок эта книга. И там можно найти кучу таких подарочных изданий в подарочных упаковках. Очень круто. Все хорошо. Нам нравится. Поэтому воспользуйтесь этим. Озон.ру Как я уже говорил, очень выгодно делать групповые заказы. То есть, если, допустим, не только вам, а вашим друзьям, родственникам какие-то книги нужны, вы просто все собираете в кучу, в одну корзину и все одним махом заказываете. Да, растамошка будет, цольги бюрен будут немножко выше, но это все равно, мне кажется, удобнее. По крайней мере, мне сильно удобнее, чем в русских магазинах здесь в Германии. Вот. Если вам интересно, кстати, вот я говорил, если вам интересно, чтобы я сделал видео, отдельное видео по детским книгам, которые воспитывают у детей с детства определенные навыки в планах денег, в планах каких-то лидерских качеств, да и так далее и тому подобное, что мы купили нашему ребенку, что мы собираемся использовать, почему мы собираемся это использовать, то ставьте в комментариях, пишите, да, Илья, хочу сделать такое видео, вот, и я потом выпущу такое видео, сделаю специальное экстра для вас по рекомендациям насчет детской литературы, которая развивающей, детской развивающей литературы в плане финансов, в плане денег, в плане определенных навыков, качеств, как у ребенка все это развить. Вот. В общем, надеюсь, это видео было интересным, если да, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями, подписывайтесь обязательно на мой YouTube канал, и если вам интересно узнать о том, как я создал свой пассивный доход в Германии с нуля, всего за несколько месяцев, то прямо под этим видео, ты найдешь, вы найдете ссылочку, по которой вы можете пройти, и всю дальнейшую информацию о том, как создать пассивный доход в Германии с нуля, вы увидите на том сайте. Спасибо за внимание, и до новых встреч в следующем видео. Пока.